МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юль, скажи, пожалуйста, мне не хочется никаких отношений противоположных волнов. Ну, на данный момент нет. У тебя был любимый мужчина? Мне кажется, он с папой лучше, чем ты все. Ты в отце недостатки видела какие-нибудь человеческие? Я нет. Да ты в папу была влюблена. Я что-то не поняла, это вопрос. В общем, назревает катастрофа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юра, что ты перестал занимать Юлина место в последнее время? Вообще, кстати, это очень важно, когда все в жизни на своих местах. И все в жизни на своих местах. Когда ты четко понимаешь, что нельзя на одного человека вешать все. Вы имели в виду, что я не на своем месте? Просто мы видим, что ты опять нацелился на Юлина место. Я даже... Ну, не занял его предусмотрительно. Ну, потому что у меня есть свое место в этой программе. Ты визажист и стилист, правильно? Да, зачем мне место в ведущей... А я не знаю, что ты шкуру утрешь там постоянно. Это очень удобное кресло. Юля тоже сидит в кресле героини, но это не говорит о том, что она нам сейчас будет рассказывать. Юля женщина, она может себе позволить все практически. Спорное утверждение. Давай поспорим. Ну, поспорите вы потом, потому что сейчас нам есть чем заняться, друзья. Ну, давайте. Меня зовут Юля, мне 25 лет. Сюда я пришла, потому что у меня погиб отец. И я понимаю, что я не могу. Не могу жить дальше. Если я вообще не могу уйти, слышу все ситуации. Мне кажется, что мне не хватит сил самой с этим справиться. Я просто знала, что есть он, и у меня нет никаких проблем. Ну, сейчас вот я его жду каждый день, что он придет. Он скажет, дочечка, ни о чем не переживала. Папочка, я тебя очень люблю. Я не могу жить вообще без тебя. Хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной. Я живу в городе Череповец. Я собралась и приехала в Москву. Я просто бежала из своего города, потому что все напоминает мне о нем. Мне кажется, на данный момент это единственный шанс на то, что мне можно что-то исправить. Это, наверное, крика помощи. Я прошу вас помочь мне. Юль, привет, давай знакомиться. Меня зовут Юля, а это моя команда Виктор, Женя и Юра. Привет, Юля. Юль, я знаю, что ты прям из Череповца к нам приехала. Да. Своими собственными силами нашла здесь жилье и живешь только ради перезагрузки. Да. Нет, тут совершенно знакомых. Дело в том, что у меня погиб папа. Когда? В сентябре. Я понимаю, что я не могу сейчас найти силы справиться с этим. Юля, что случилось с ним? Он у того. Как так получилось? Он поехал на заработки. Решил искупаться. И больше не уйду. Его нашли? Да, его сразу же буквально нашли. Врачи сказали, что это сердце. Сердце? А папа, это единственный член твоей семьи? Нет, у меня есть мама, у меня есть родной брат, у меня есть дочь. Маленькая. Сколько ей? Четыре. А что тебя заставляет вот так убиваться? Ты же понимаешь, насколько сейчас жизнь твоей дочери зависит от тебя? Мы же остаемся жить для живых. Понимаешь? Я поэтому, наверное, решилась на какой-то такой серьезный шаг. Потому что я понимаю, что я не имею права оставлять ее одну. Вот в таком состоянии, в каком я сейчас, я ей дать не смогу вообще ничего. Чем больше я думаю, тем больше мне приходит мысль, что мне тут не надо больше жить, что я хочу быть с ним всегда. Ну, ты считаешь, папа для этого родил тебя на свет, чтобы ты сейчас это произносила вслух? Ну, конечно. Ты бы даже думала так? Ты считаешь, он бы этого хотел? Я верю в Бога в все это. Я знаю, что так нельзя делать. Я не могу представить, что вот сейчас кажется, вот это все неправда. Сейчас пройдет время, я его увижу, что он живой, что все хорошо, что он со мной рядом. Вопрос к тебе, Юля. У тебя, кроме отца, в этой жизни был любимый мужчина? У меня был муж. Это любимый мужчина? Муж – это муж. А вот он любимый мужчина твой? Нет. Но ты родила от него? Я родила. Я хотела ребенка. А мужчину ты не хотела? Ну, у меня были какие-то, я не знаю, детские, что ли, мечты, что приедет принц, у меня будет все как сказки. Но я понимала, что у меня не получается этого. Сильной влюбленности, о которой стоило бы вспоминать сейчас, у тебя не было в жизни. Единственная фиксация твоих женских привязанностей – это твой отец. Да ты в папу была влюблена. Я что-то не поняла этот вопрос. Смотрите далее. Судьба этой девочки, которой сейчас 4 года, предрешена самым наихудшим образом. Знаю, что обиделась после первой студии. Рассказывай, на что. Прям честно, можно, да? Так ты в папу была влюблена? Я что-то не поняла этот вопрос. Ну как? Ну как я его люблю. Блатонически. Ты понимала, что это твой отец? Или ты видела в нем мужчину? Свои мечты, я не знаю, эталон, образец мужчины? Ну конечно, я его люблю, как отца. Ты в отце недостатки видела какие-нибудь человеческие? Я нет. Если бы с папой не случилось то, что случилось, ты бы была счастлива жить, допустим, с своим ребенком и с папой? И так бы прожила бы всю жизнь? Я бы смогла так жить. То есть с ребенком и с папой? Да. Юль, скажи, пожалуйста, тебе не хочется никаких отношений с противоположным волом? Ну на данный момент нет. Как давно тебе их не хочется? После развода. А сколько прошло? Четыре года. Ну, в общем, назревает катастрофа. Да? Да она назрела. Конечно, потому что женщина, которая ополчилась против мужчин, которая, в принципе, не видит мужчину в своей жизни, а собирается посвятить себя дочери. Ну это прям вообще и дочери. Это фактически, да. Мало то, что ее катастрофа, еще и дочери. Судьба, да, я об этом. Судьба этой девочки, которой сейчас четыре года, предрешена самым наихудшим образом. Поэтому надо срочно ломать этот сценарий. Я вообще не понимаю, что мы до сих пор здесь делаем, в этой студии. Почему мы сидим? Много дел. Пойдемте. Ель, ну давай, колись. Ты знаешь, что обиделась после первой студии? Обиделась. Обиделась? Рассказывай, на что? Прям честно можно, да? Ну, конечно, можно. А что же? Ну, мне не понравился вопрос про то, что влюблена в папу. Иногда для нас папа прям эталон, да? И нам очень тяжело под этот эталон подобрать мужчину. Потому что папа на первом месте. Иногда девчонки не делят папу с мужчиной. Иногда все время в отношениях с мужчиной бегут к папе. Ты понимаешь, что нет, вот все-таки папа. Этот вопрос был об этом. Этот вопрос был о том, что есть ли мужчина, у которого есть шансы там выиграть вот это соревнование соперничества с твоим папой. Или тебе настолько комфортно с папой, что все остальные мужчины и по боку. Вот о чем был вопрос, понимаешь? Ну, теперь поняла. Ну да, мне кажется, что с папой лучше, чем с семьей. Понимаешь? Вот я про что тебя спрашивала. Про то, что папа это все равно папа. А мужчины это мужчины. И с мужчиной другие отношения. Вот когда у каждого своя роль, тогда все прекрасно. А когда все в одну кучу, получается свалка. И в голове, и в жизни. Понимаешь? Пойдем. Карен, привет. Давай знакомиться. Это наша героиня. Приехала она к нам из Череповца. Зовут ее Юля. Юля, знакомься. Это наш лучший доктор-стоматолог Карен Ливонович. Здравствуйте. Мне кажется, самое лучшее, самое лучшее, это в кресле у стоматолога просто широко улыбнуться. Зубы мудрости, не прорезавшись еще параллельно зубному ряду, отдавили весь зубной ряд. За это зубы друг на друга нашли. В частности, передние. Это возможно исправить? Мы изготовим два винира на передние зубы. При этом оставим их живыми. Мы не будем трогать нервы. Ну, мне не очень понятно про виниры. Смотри, мы снимем слепки с тех зубов, которые имеются, получим отпечатки зубов, которые у тебя сейчас. Потом после этого обточим зубы твои миллиметра на два. И потом уже из лаборатории тебе придут накладные такие керамические изделия, которые станут твоими новыми зубами. Мы их прикрепим на специальный цемент, что обеспечит нам гарантию того, что они будут фиксироваться очень надежно. Ты знаешь, для того, чтобы тебе было понятно, как будут выглядеть твои зубы в совсем ближайшем будущем, я предлагаю сделать компьютерное моделирование и показать тебе, как твои зубы будут выглядеть совсем скоро. Мы обязательно все покажем. Давай. Вот мы видим наклоны двух передних резцов, о которых мы ранее говорили. Воспаленные такие набукшие десны. Это результат поддесневого камня, наслоившегося. Вот приблизительно на какой результат мы можем рассчитывать. Десны успокоятся. И два передних резца будут ровными и аккуратными. Ты их сделаешь в тон зубов после отбеливания? Абсолютно верно, да. Юль, тебе все понятно? Все понятно. Есть вопросы? Вопросов нет. Ну все, тогда вам удачной работы. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok На самом деле я тоже хотел это предложить Здесь достаточно сделать несколько инъекций Раз уж мы решили все корректировать маленькими кольчиками Так называемая инъекция на раскрытие верхней губы Может быть, это вот мое предложение Сделать профилактику носогубной складки Что-то какая-то немножко грустноватая Нависает в йоке тут какие-то Уберем все, да? Грусть Грусть Сотрем грудь с лица Ну что, Макс, спасибо тебе огромное А ты прямо отсюда отправляешься на разговор с нашим психологом Виктором Виктор Пономаренко, психолог Юль, ну в твоих интересах говорить правду Согласна? Я согласна Я очень хочу понять, в какой момент папа стал ближе, чем даже мама Мне кажется, когда они развелись, мама начала больше с братом Ну это ощущалось всегда Что они как-то вот вместе, а я как будто бы одна А папа, он не такой А папа приходил и спасал свою дочку, да? От одиночества, от грусти Я просто знала, что он всегда рядом И поэтому ты просто по-детски, да, потянулась к папе, как к самому близкому человеку И вот это все закрепилось Ну ты же сама говоришь, что твой папа всегда предоставлял тебе свободу Точно свободу выбора И своего мужчину будущего ты выбрала сама? Сама Как складывались отношения? Как развивались? Почему прекратились? У меня не было такого, что с этим человеком я вообще буду жить когда-то вместе А, вот так вот, вот так вот Зачем тогда вы поженились? Ну, после того, как мы расстались, я через несколько дней узнала, что беременна Для меня как-то, наверное, стыдно было, что-то Я приду и скажу, да, я беременна Перед кем стыдно? Перед родителям стыдно То есть ты так и не сказала отцу, что выходишь за этого мужчину Замуж, не любя его и не видя перспективы Не сказала Вот, Юль, дело не в том, что ты как-то болезненно или ненормально привязана к своему отцу И вот теперь его не стало, и ты растерялась Не в этом дело А дело в том, что у тебя другой опоры нет в жизни За ручку папы мы держимся, когда мы маленькие Становясь взрослыми, мы обретаем другую уже, свою собственную опору Чтобы в свою очередь стать опорой для наших детей Вот опора для человека – это любимая работа Опора для человека – это семья, построенная с любимым человеком Вот у тебя опоры нет И ты продолжаешь себя уверять, что эта опора единственная была Что она принципиально одна, что другой быть не может Или ты опору эту найдешь Или, извини, никто тебе не поможет Что ты мне на это скажешь? Я не знаю, как вы смотрите, но я не вижу выхода без него Вот в жертвенной позиции, которую ты сейчас занимаешь А это жертвенная позиция – ты жить не хочешь Потому что нет рядом близкого, любимого человека Отца Так много эгоизма Это преступный отказ – нести свои обязанности Ты испугалась жить, у тебя не получилось И ты сейчас готова за это спрятаться, за это горе спрятаться Как маленький ребенок прячет лицо в ладони Испугавшись чего-то неведомого Это недостойно памяти твоего отца Он не этого хотел И не в это верил И сделай шаг вперед По отношению к тому, что ты еще сейчас любишь Что для тебя сейчас дорого Дочка моя Мама Рад Ты веришь, что они тебе дороги? Конечно, они не дороги Ну а почему ты их убиваешь? Вот если бы я был на месте твоего отца, твоих родителей Я бы видел, что творит с собой моя дочь Да у меня бы сердце развалось В общем, решай сама Или ты живешь, принимая и потери, и обретения Или ты продолжаешь капризничать Ну тогда, похоти судьи Не хочу быть такой, я хочу стать нормальной Поэтому, пожалуйста, перевари то, что я тебе сейчас сказал Увидимся на эксперименте А я постараюсь сделать так, чтобы эксперимент был понятнее, чем слова Смотрите далее Юля, мы подготовили самое значимое в вашей жизни место Я подумала о Насте Настя, ты моя дочка Я подумала, как будет больно ей Ранее в программе У меня погиб отец Я понимаю, что я не могу жить дальше Юля, что случилось с ним? Ну там, чем больше я думаю, тем больше мне приходит мысль, что мне тут не надо больше жить Что я хочу быть с ним всегда Нельзя себя в таком возрасте саму хоронить Мы же остаемся жить для живых КОНЕЦ Юля, мы подготовили самое значимое в вашей жизни место И я прошу вас его сейчас увидеть и оценить Видишь, что там написано? Морозова Юлия Юрьевна 01-05 Да, и сегодняшняя дата Я пришелся в сон Не кладбище, а рядом вторая могила Со свежими цветами Ты живешь на этой земле А ты все время твердишь о том, что ты все время хочешь к отцу Которого уже нет на этом свете Ну вот, пожалуйста, иди Делай гроб себе Мне тут не надо больше жить Хочу быть с ним всегда Да я не вижу выхода без него После смерти отца У Юли возникло состояние истерической депрессии Которую можно прервать только одним способом Хорошенько человека встряхнуть Юль Вот что ты сейчас делаешь? Скажи мне на милость Тебе это надо? Вот тебе это надо? То, что сейчас происходит? Ну я не хочу Ты не хочешь делать гроб? Ну так скажи, я не хочу этого Я не хочу Потому что это не надо тебе Не надо, пойми Ты жить должна на этой земле У тебя будущее колоссальное впереди Ты ребенка родила Ты нужна на этой земле Понимаешь? И отцу своему ты нужна Вот здесь, если он видит А я верю, что он видит тебя Он ужасается тому, что сейчас происходит Молоток в руке Гвоздь Ты что, гроб решила делать? Ложишься туда? Ложишься? Я подумала о Насте Настя, ты моя дочка Я подумала, как будет больно ей Я поняла, что я не умею Никакого права поступать Ну тогда брось это все К чертовой матери Пойдем, заровем эту яму дурацкую Вот, молодец Я понимаю, что я должна пустить папу Всегда будет легче всем И мне, и людям, которые меня окружают Ну все, хорош Давай Знаешь, что я предлагаю? Чем-то хорошим Память твоего папы Почтить Не хочешь? Не хочу Почтить и отпустить его Давай дерево посадим В его честь В его память Юль Ну что, так лучше? А? Так лучше Не даром говорят, что человек И лес Это одно целое И вообще Человек и природа И надо отпускать человека туда Куда его зовут Его предки Давай еще один Символический обряд Испомним Твой папа моряк Давай попробуем Кораблик отпустить На воду Вот этот парусник Мы специально Своими руками Сделали для тебя Псих В памяти твоем папе Чтоб ты его Отпустила на воду Сказала ему Папа Я тебя очень люблю Но я буду жить Я буду идти дальше Благослови меня на это, папа А я тебя отпускаю Держи Отлично Тихо Тихо Что ты хочешь А потому что ты его Не захотела отпустить Давай-ка попробую Посильнее И знаешь, что еще? Ведь ты никаких слов Не сказала Мамочка Я тебя очень люблю Я буду жить дальше Я буду знать Что ты всегда Со мной рядом Ну и умница Молодец Молодец Девчонка А кораблик поплыл Все, по машину Рыку По машине Он поплыл Он тебя услышал Я обещаю Что я найду в себе силы Я соберусь Мне сейчас хочется Обнять свою дочку Я должна жить Со своими Любимыми людьми С тем, кто меня любит А не мыслями Как мне будет Легко и просто Если я буду с папой Это нарушение всех законов Божеских и человеческих Когда такая Молодая женщина Стоит на краю Собственной могилы Нашим родителям Живым И ушедшим Крайне важно Чтобы мы жили Мы развивались Мы размножались Погодились И дарили этой земле Счастье И были счастливы сами Все остальное Противоестественно МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений Седой Юрий Столяров Стилисты Привет Привет Здравствуй Мне кажется Что-то изменилось В глазах Нашей прекрасной героини Ты улыбаешься Правда? У тебя улыбаются глаза Вот что изменилось Самое главное Я не плачу И не рыдаю А я не плачу И не рыдаю На-на-на-на Дальше не важно Давайте платье Ой, давайте платье Дай просто платье Юлике Мы начнем с юбки Зачем нам платье сразу? У Юли в гардеробе Появляется юбка-карандаш Из мягкой шерсти В модную клетку Добавляем к юбке водолазку Опять же Тренд этого сезона И сверху Пальто из денима Обуемся мы в лакированные Туфли На устойчивом каблуке А ты передай, пожалуйста, Томатную сумку Спасибо И венчает этот образ Чрезвычайно модная деталь Этого сезона Берет Держи Ну как? Как-то непривычно А что больше всего смущает? Берет Берет? Юля, а ты знаешь, между прочим, когда появился берет? Нет В 16 веке В Европе А в Россию он попал, кстати, только в начале 19 века А дальше не продолжать И носили его только замужние женщины Юль, но теперь береты доступны всем Более того, это очень модный аксессуар этого сезона Но На подходе у нас второй образ, который я хочу его анонсировать Можно? А потом ты уже в детали уйдешь Юлечка, весь твой второй образ создан на текстурах разных Здесь будет и рыбья чешуя, как Юлечка называет пайетки И дубленая жилетка с мехом И ворсистый топ Держи, серебряные туфли-лодочки для тебя Верхний топ, дубленая кофточка И мини-юбка рыбья чешуя Нравится? То есть, ты понимаешь, выдержанный такой французский шик Это непривычно Это не для тебя Это непривычно А вот образ такой калифорнийской тусовщицы, скажем Это для тебя Мне как-то более комфортно Ну, слушай, на самом деле имеет место быть Потому что, если бы вы поменяли эти образы местами Может быть, это было более логично Все-таки у Юльки начинается новая жизнь Если ты проследишь дальше, к третьему луку подойдешь Ты поймешь, что все у нас с нагнетением движется Сначала мы показываем более сдержанный образ С исторической изюминкой в виде берета Затем у нас калифорнийский, что называется, шик И потом... Леди ин ред Леди ин ред Красное, шикарное платье Для ковровой дорожки Которое как нельзя кстати И здорово подчеркнет твою фигуру К этому платью мы предлагаем тебе клатч И, конечно же, необходимо будет остаться в серебристых лодочках Ну как? Леди ин ред Красиво? Красиво? Нравится? А уютно тебе в этом образе? А куда бы ты так пошла? Я не знаю Потому что невозможно никуда собираться С вот такой головой и без макияжа Платья одного мало Весь образ должен быть выдержан Да брови нужно привести в порядок Господи! Евгений Седой Ультрамодный парикмахер Юлечка, прошу тебя Садись на трон Ну давай, расскажи мне, пожалуйста Чего ты боишься? Или чего бы ты хотела? Ну я не боюсь, наверное, ничего Ничего не боишься? Какая ты смелая Давно у меня не было такой героини в этом кресле Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя были эксперименты с волосами? Я все время красилась Все волосы испортила своими экспериментами Ну а точно не были уже совсем плохие Ну а что вот толку, например, от твоих вот этих здоровых красивых волос? Ну которые должны были быть красивыми Во-первых, у тебя очень странная форма Которая в советские времена называлась хвост кометы Проносясь по небосклону красоты Пронеслась и ни разу не попала никуда, понимаешь? В плане красоты, конечно же Так вот Сегодня Насколько ты понимаешь Будут действительно серьезные изменения Внесены в твой, что называется, имидж Это ужас, нет? Все еще уйдут Юль, у тебя от природы очень хорошие волосы Они достаточно густые, их много Но, несмотря на то, что они не были окрашены Выглядели они безжизненными и тусклыми Скорее всего, это происходило из-за того, что кутикула у них открыта Так случается с вьющимися от природы волосами Чтобы такие волосы выглядели по-настоящему роскошными и красивыми Необходимо подобрать для них правильный уход Я тебе рекомендую знаменитый шампунь «Лошадиная сила» Им пользуются многие звезды Причем не только российские, но и западные Также использую бальзам с эффектом биоламинации И тающую маску с гиалуроном и вытяжкой из перца Которая предотвращает выпадение И стимулирует рост волос Запомнила? Да Вот аккуратно ты не хотела Ну слушай, ну мы же не как тебе хочется делать Ну как лучше будет и красивее Держи Юлька развела тут озера под глазами Озера, которые... Привет, Юля Юля, почему ты планишь? Юрий Столяров Звездный визажист Сейчас спросите, я опять заплачу Тогда не спрашивай Нет, лучше поплакать сейчас, чем у меня в мейкап-студии Потому что это чревато Вообще лучше не плакать Вообще лучше не плакать Хотя психологи советуют плакать Не надо в себе ничего держать А если вы хотите поплакать и освободиться от слез Приходите к нам, мы подставим вам свое плечо Но для этого нужно записаться на кастинг по адресу, который вы сейчас видите на экранах Юлечка, пойдем в мейкап-студию Пожалуйста Я думаю, что все слезы остались там А в мейкап-студии у нас появляются улыбки, радость И ожидания, и предвкушения от того, что скоро в этом зеркале Появится абсолютно новая девушка Юля Приступим прямо сейчас? Да Но сначала я хочу обратить внимание, что на твоем лице помимо красивых в будущем бровей К сожалению, находятся черные точки Прежде чем я возьму в руки корректор и начну маскировать проблемные зоны на лице Я предлагаю сначала попытаться их вылечить И начнем мы этот курс прямо сейчас Диферин может помочь непосредственно убрать черные точки и предотвратить появление прыщей Чтобы ты чувствовала себя увереннее, а твоя кожа всегда была красивой Применяй крем-курсом до трех месяцев и поставь точку на проблеме черных точек Я использую Во-первых Темный оттенок теней И делаю мягкую растушевку исключительно на верхнем веке При этом важно, удлиняя линию роста ресниц Следить за тем, чтобы вот этот угол внешний был практически параллелен ресничному краю И дополнительно после темной растушевки я использую подводку Но подводку мы делаем не на светлое веко, а мы делаем ее на темном веке Смотрите далее Раз, два, три Ну это не я Ну говорите, что вы думаете? Честно Девчонки Этот цветок отправляется на голову Седову За то, что он так ужасно ее обрил на лысо Юль, ты сейчас потрясающе выглядишь А для того, чтобы твоя кожа всегда сияла красотой Я дарю тебе диферин Он специально разработан для борьбы с черными точками И предотвращения появления прыщей Держи Только не забудь проконсультироваться со специалистом Нам нужен Женя, чтобы он сделал тебе укладку Жень, у тебя когда есть свободное время? Подожди, сейчас, у меня время сейчас есть, но сначала Да ты что? Да, мы обязательно сделаем укладку для Юли Понимаю Но сначала я хочу закончить отвечать на вопрос в соцсетях наших О чем спрашивают? Спрашивают много о чем О кастингах, о том, что надето на девочках Слушай, ну вообще на самом деле в наших соцсетях можно много всего найти В том числе фотографию преображенной Юли Очень скоро можно будет увидеть в наших соцсетях С комментариями С комментариями, с красивой прической Ну давай Юлик, ну что, ты готова? Ты же пришла на перезагрузку для того, чтобы не узнать себя в этом зеркале Чтобы уехать отсюда совершенно другим человеком из Москвы, правильно? Это мы тебе можем Нет, я спрашиваю, это был вопрос, Юр Я за этим пришла А теперь этого боишься? Я теперь боюсь То, за чем пришла, ты сейчас увидишь в этом зеркале А то ли это, за чем ты пришла, мы очень скоро поймем Раз, два, три Какая-то красивая женщина Ты понимаешь? То есть, сразу не будет? Ну это не я, я не знаю Разумеется, да Кто это у меня тут? Ой, привет, Витя У тебя здесь так спокойно, хорошо, кругом ажиотаж Наступает 8 марта, кругом очереди Говорят, даже косметологу нельзя записаться Ну ты же знаешь, что меня это не беспокоит Потому что я регулярно пользуюсь гиалуроновой сыворотко-активатор Либридерм Да, именно ей Которая восстанавливает и увлажняет мою сухую кожу А покупаю я ее в аптеке Без ажиотажа и сумасшествия Тогда не торопись, спокойно переодевайся И пойдем на финал Пойдем Вы знаете, мне очень нравится, что у нас сегодня у всех такое хорошее настроение Мы улыбаемся Потому что мне кажется, что это одна из основных целей этой нашей перезагрузки Что бы ни случилось, мы просто должны дарить друг другу радость И уметь радоваться этой жизни Потому что разные могут быть ситуации в жизни Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Меня Женя зовут Меня Лена Вы подружки, Юля А откуда вы к нам приехали? С Череповца И как добрались? И как долго добирались? Десять часов ехали Десять часов? Ой, вы своим ходом на машине Да, на машине Вы близко дружите? Близко Или она такой человек, которого хочется поддержать? Мы считаем, что ей нужна наша поддержка Что то есть, что мы ее встретили, приехали и все поддержали, тут порадовались за нее Вы знаете, мне кажется, это дорогого стоит Как вы считаете, нужна ли была Юле перезагрузка внешняя? Да, нужна была А почему? В последнее время я не хотела собой заниматься Нет, она производила впечатление, в принципе, достаточно ухоженной девушки, когда к нам пришла Юр, у меня было вообще первое впечатление, что открыли кран со слезами И больше его решили никогда не закрывать Но при этом она абсолютно контролировала себя На развороте Да, мы подготовились к развороту То есть на самом деле Юля, как мне кажется, и это большой позитивный сдвиг, научилась таки это контролировать Девчонки проехали 10 часов сюда, они очень долго ждали этого момента А я ждала его еще больше, потому что мне ваша подруга очень импонирует Поздравите вашу подругу, она очень скоро появится на этом подиуме Юля! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проходи ближе АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, говорите, говорите, что вы думаете, девчонки, давайте. Короче, у вас два варианта. Либо этот цветок отправляется на голову Седову за то, что он так ужасно ее обрил на лысо, либо вы дарите ей, потому что она действительно вам нравится. Выбирайте. Нет, мы дарим ей. А, ладно, ты сегодня выжил. Ну, расскажи, а что ты почувствовала, когда увидела себя в зеркале сегодня впервые? Какая-то взрослая женщина. Я никогда такой не была. Ну, красивая. Я, короче, очень плечи никогда не подстригалась, и белая не была. Ну, когда в зеркало посмотрела, прям почувствовала, не знаю, легкость какая-то, что вот нету тяжести такой. Да, ты не заплакала, кстати. Я не заплакала. Ты плакала в процессе у Жени в парикмахерской. Пока ожидала разворота. Да, но я-то ожидал слез, да, после того, как мы развернули, но ты не проронила ни одной слезинки. Да, ты немного опешила, ты себя не узнала, но я не видел, что ты расстроилась. Это правда? Это правда, да. А сейчас? Сейчас мне как бы нравится. Ну, мне кажется, все равно, мне надо время, чтобы я привыкла. Ну, у тебя его достаточно. Смотри, Женя уже давным-давно положил тебе волосы в пакетик, в скотч, поэтому тебе захочется вернуться к прошлой жизни, а тебе хочется туда вернуться. Мне не хочется вернуться к прошлой жизни. Горе всегда должно заканчиваться. Должно заканчиваться, дорогая моя. Послушай, что говорят тебе умные люди. Должно заканчиваться. Мне кажется, если бы я тогда не приняла такой вот шаг в своей жизни, мне бы, наверное, не помогло никакого времени. Вот благодаря именно вам, ну, вам, Виктор, большое, огромное спасибо. Я не знаю, каким чудом вы это все делаете. Ну, просто, ну, я как говорила, что хочу, чтобы перевернулась ног на голову, но вот на самом деле перевернула. Как-то чувствую, что вот папа, он рядом со мной, он гораздо больше рядом, чем раньше. Потому что теперь он смотрит на тебя такую, видит тебя без слез и просто радуется. В самом начале, может быть, я была с тобой достаточно агрессивна, потому что иногда срабатывает вот такая реакция, знаешь, тряхануть прям такой. Что ж ты творишь-то, знаешь, вот только поэтому. Но теперь вот эта вот озорная хитринка. Ну что, я думаю, что вам надо пообщаться. Вам надо пообщаться. Спасибо вам всем большое впереди. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Счастья тебе. Можно, нет? Красавица. Я себя чувствую новой, какой-то необычной. Такое ощущение, что я могу все сейчас. Я достойно быть счастливой. Параллельно ресничному краю. Говорит... Говорит... Что-то руки трясутся. Так и у меня трясутся. Ты понимаешь, только причины разные. Видимо, требуют платья красивые. Я думаю, да. Они чешутся, может быть, еще? Нет. Только трясутся. Выпьем, вы не мешало. Не мешало. Выпьем пить. Наша программа против алкоголя. В следующей программе. Я злоблена на мир. Всех людей, которые мне навредили, мысленно убиваю. И под мою горячую руку попадают другие люди, которые мне ничего плохого не сделали. Ну, это же случилось. А вот отсюда вопрос. Отсюда вопрос. Кто это делал? Меня разотравливали. Выспортили мою жизнь. Это было издевательство. Для того, чтобы сделать тебе больно. Понимаете, она уязвима. И она хочет, чтобы мы ее защитили.